Просто буду ждать весны грядущей. Весны грядущей ждет и Ярослав Гольцев. И она обещает быть удачной. Уже около месяца вся Калужская область чем может помогает годовалому мальчику. А совместный концерт Алексея Майорова и Калужского камерного оркестра стала по геем благотворительной акции. Солист попытался привлечь к проблеме Ярослава как можно больше людей. С моей стороны это основная помощь, исходя из того, что я могу сделать. Естественно, мы с помощью социальных сетей делали посты, просили друзей поддержать, помочь. Многие откликались, даже те, кто не мог прийти на концерт, просили расчетный счет, чтобы я отправил, потому что можно было просто хотя бы перевести деньги. Концерт порадовал слушателей разнообразным репертуаром. Произведения Юрия Антонова, Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева и Битлз – это лишь часть двухчасовой программы. Все мы нуждаемся так или иначе в помощи. И когда она приходит, даже от незнакомых людей, мы всегда очень признательны этой помощи. И было бы хорошо, конечно, если бы людей, откликнувшиеся на чужое горе, было бы как можно больше. Билет на концерт стоил 500 рублей. Все полученные деньги отправят на лечение Ярославу. Поэтому те, кто все-таки пришел, сделали огромное дело, а взамен получили удовольствие от выступления Алексея Майорова и камерного оркестра. На 8 марта он давал праздничные концерты и объявил об этом благотворительном концерте. И мы тут же пошли, купили билеты. Вот сейчас пришли и получили такое же удовольствие. Даже, ну, огромнейшее удовольствие получили. Потому что еще в расширенном составе всю семью привели. Мне очень понравилось. Я второй раз на его концерте, мне очень нравится. И что такая акция проводится, очень хорошо. В помощь детям. Все благотворительно, я люблю. Это нужно, необходимо. Ребеночка надо спасти. Надо. Мы хоть чем можем, поможем. Ну, хоть чуть. Всего же концерт принес Ярославу около 150 тысяч рублей. Но только музыкой не обошлось. Художница Наталья Бернгард передала в поддержку мальчика три картины. Одну купили еще до концерта. Так что надежд на то, что эта весна для Ярослава не будет последней, все больше. Андрей Ткачев, Артем Соснин, телекомпания НИКО-ТВ.